Музыка Очень часто на ютубе попадаются видео, в котором бытовыми дозиметрами пытаются измерять энергосберегающие лампочки, мобильные телефоны, высоковольтные умножители. И ужас! Простые бытовые предметы начинают показывать многократно завышенный радиационный фон. Разберемся, в чем тут дело. Дело в том, что основа любого бытового дозиметра это электронная схема. А в современных цифровых приборах это микропроцессор. Некоторые части электронной схемы дозиметров и особенно процессор чувствительны к сильным электромагнитным наводкам. Для теста я выбрал три распространенных бытовых дозиметра. Радиоскан 701, Терра-П и Радекс РД1008. Сейчас мы с вами посмотрим, будут ли реагировать наши дозиметры на различные бытовые источники электромагнитных помех. Помогать мне будет простенький индикатор электромагнитных помех. Бытовые электрозажигалки используются для поджига газа в газовой плите на кухне. Являются мощным генератором широкополосных электромагнитных помех в диапазоне от единиц герц до жесткого ультрафиолета. Даже вокруг незапущенной зажигалки наблюдается выраженное электромагнитное поле. Я достаточно близко подношу источник помех к приборам. И мы видим. Ничего мы не видим. Они никак не реагируют. А есть еще пьезозажигалки. В них искра создается высоким напряжением от пьезокристалла. Напряжение в искре до 6000 вольт. Но ток очень маленький. Поэтому мощность невелика. Однако такая зажигалка создает мощное статическое поле вокруг себя. Которое влияет на электронные схемы дозиметров. Проверим. Пробуем теперь эту зажигалку. У Радекса замечен небольшой глюк. Автоматически включилась функция меню. У Терры сработала сигналка. Замечено повышение фона. Есть реакция на статику. Также среагировал радиоскан 701. Повышение фона. Срабатывание сигналки. Четко замечено влияние помехи. Да. И вот еще что. Если вам надоел ваш дозиметр. Проведите подобные тесты с электрошокером. Прибор почти гарантированно выйдет из строя. Источники электростатического поля могут вызывать конкретный сбой в работе дозиметров. Например, как в этом фильме с высоковольтным генератором на срочном трансформаторе и умножителе. Источники электростатического поля могут вызвать конкретный сбой в работе дозиметром. Но я бы не рекомендовал проводить такие эксперименты со своим дозиметром. Это чревато выходом прибора из строя. В одном из обзоров дозиметра радиоскан мне попались интересные кадры. Дозиметр как бешеный накручивал повышенный фон радиоактивности возле обычной включенной энергосберегающей лампы. Разумеется, никакой радиации в лампочке нету, а дозиметр давал сбой из-за электромагнитной помехи. Дело в том, что внутри цоколя лампочки находится генератор-преобразователь, создающий высокочастотное электромагнитное поле рядом с лампой. Попытаемся повторить опыт. Ну вот, излучает высокочастотное поле, как и полагается. Теперь проверим влияние на дозиметры. Радиоскан. Никакого влияния. Терра. Аналогично. Тоже не влияет. Радекс 1008. Нет, тоже не влияет. Возможно, лампа была маленькая. Возьмем лампу большей мощности. О, хорошо заметна реакция. Пошел якобы скачок фона. Радиоскан заглючил. Утеры не замечено. И, наконец, радекс 1008. Тоже без проявлений. Возьмем лампочку еще побольше. Ртутная люминесцентная лампа DRL 250. Я, пожалуй, закрою ее картонным чехлом, а то она совсем ослепит камеру. Лампа запитана через мощный дроссель, дающий низкочастотную электромагнитную помеху. Однако дозиметры никак не реагируют на эту помеху. Основной элемент микроволновки, магнетрон, излучает мощные СВЧ-волны с частотой 2450 МГц. Сейчас проверим. Да не, ну нафиг. Никогда так не делайте. Камера печи практически полностью экранирует электромагнитные волны от магнетрона. Однако сетчатый экран дверцы все же пропускает небольшое их количество наружу. Поэтому не рекомендуется длительно находиться рядом с работающей микроволновкой ближе 50 см. Однако, как мы видим, включенная микроволновка абсолютно никак не влияет на работу дозиметров. Даже если они прислонены вплотную к дверце. Так, с микроволновкой разобрались. Теперь на очереди мобильный телефон. Частота передатчика мобильного телефона от 890 до 1880 МГц, в зависимости от стандарта. Мощность передатчика самого телефона до 2 Вт максимально. Посмотрим, не влияет ли этот сигнал на работу бытовых дозиметров. Сейчас пойдет входящий. Смотрим. Следим за реакцией дозиметров. Абсолютно никакой реакции на входящий звонок. А теперь исходящий. Тоже совсем никакой реакции не замечено. Показывают фон без глюков. Думаю, достаточно. Справедливости ради следует сказать, что реакция дозиметра Терра-П на мобильный телефон все же была замечена. Если носить их в одном кармане, то примерно с периодичностью раз в 1-2 дня вдруг срабатывала сигналка. Показания резко поднимались до 40 микрорентген, а затем снова плавно падали до фона. Однако этот эффект не зависит от поступающих вызовов. Видимо, в какой-то момент запрос станции вызывает ложное срабатывание дозиметра. Стоит переложить прибор в другой карман, и этот эффект пропадает. Я даже подсунул дозиметры под мощный работающий электродвигатель 160 кВт. Но его магнитное поле абсолютно никак не повлияло на их работу. Ну и наконец я решился на последний опыт. У меня над головой линия электропередач 35 тысяч вольт, создающая мощное электрическое поле под собой. Смотрим на работу дозиметров. Хорошая работа. Близость слэп абсолютно никак не влияет. Те же фоновые показания. Если ваш бытовой дозиметр начнет накручивать бешеные уровни радиации возле включенных электроприборов, не паникуйте. Выключите прибор и снова повторите замер. Скорее всего, это никакая не радиация, а обычная электромагнитная наводка. Профессиональные дозиметры для снижения влияния помех на схему снабжены металлическими корпусами или специальными внутренними встроенными экранами. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Аминь. Аминь. Аминь.